Это будет эпик битва. В Олимпийском Пекине, 2008 Роджер Федор и Стэн Вавринка выиграли для Швейцарии первые в истории страны золотой игр в парном разряде. К тому моменту Роджер уже давно был суперзвездой мирового тенниса, тогда как Стэн только начинал закрепляться в топе. Ходили разговоры, что именно Вавринка – наследник Роджера, однако вот Стэн уже 34, Роджеру 37, а он все еще остается в тени великого Федерера, который переживает очередную молодость. На пути к сегодняшнему четвертьфиналу Федерер не проиграл соперникам ни одного сета, тогда как Вавринка уже в первом круге уступил одну партию Азефу Ковалику, а в четвертом круге в сумасшедшем 50-м матче оказался сильнее Стефаноса Циципаса. По личным встречам Федерер к сегодняшнему дню вел 22 к 3. Букмекеры вновь считали Роджера безоговорочным фаворитом – 1,4 против 3,0. Если судить по счету, первый сет проходил в равной борьбе, на протяжении 12 геймов теннисисты свою подачу ни разу не отдали. Однако если Федерер закрывал свои геймы где-то за минуту, то Вавринка с трудом удерживал подачу, отыгрывая брейкпинты почти в каждом своем гейме. Роджер почти не подавал на вылет, но у Стэна очень редко удавалось вернуть мяч в корт. Дело дошло до тайбрейка, где Вавринку подвели фархэнт и прием, Федерер выиграл 7 к 4. В начале второй партии на подачу Федерер Вавринка неожиданно повел 32,0, но Роджер выиграл 4 мяча подряд. Во втором гейме уже Федерер имел брейкпоинт, но Стэна выручила подача. А при счете 1 к 1 брейканул Вавринка, хотя Федерер ввел 42,15. На кураже Стэн сделал лейс, но потом допустил две двойные ошибки подряд, следующий длинный розыгрыш также остался за Роджером, 15-40 в пользу Федерера на подачу Вавринке. Стэн все же смог спасти гейм, 3 к 1. Обмен выигранных подач, и при счете 5 к 4 Вавринка пошел подавать на сет. Вел 42,0, Роджер счет сравнял, однако Стэн все же подачу удержал, 1 к 1 по сетам, а по игре круче выглядел уже Вавринка. В третьем сети в какой-то момент у Роджера систематически стали срываться удары слева, что подарило Вавринке несколько важных очков. Партия проходила в абсолютно равной борьбе, теннисисты брали свои подачи вплоть до счета 3 к 3, когда Стэн реализовал свой второй брейкпоинт в матче. Федерер тут же сделал обратный брейк, 4 к 4, а при счете 5 к 4 Роджер дважды мог закрывать сет, но Вавринка выставил. Все снова решал тайбрейк, 7 к 5 в пользу Роджера, 2 к 1 по сетам. Начало четвертого сета стало повторением первого, Вавринка с трудом брал свои подачи, отыгрывал брейкпоинты, тогда как Федерер свои геймы закрывал максимально быстро. При счете 3 к 3 он Стэн предложил Роджеру приостановить матч, с неба начало капать, появилась угроза ливня. Федерер согласился. Игра продолжилась примерно через полтора часа. Страшные тучи исчезли с парижского неба. Но длилось доигрывание минут 20. Роджер уже в третьем гейме оформил брейк и вышел подавать на матч. С первого матчбола закрыть встречу не удалось. Дело даже дошло до брейкпоинта, но Федерер со второго мяча рванул к сетке и исполнил потрясающий укороченный. Ну, а дальше Вавринка допустил несколько ошибок на приеме. Роджер в полуфинале, где его ждет Рафаэль Надаль, уничтоживший Кейни Сикари. Всего 5 геймов взял японец. Но он и не имел права лишить болельщиков топ-встречи двух легенд. Продолжение следует...